Эфир первообластного продолжает новости в студии Евгения Макитрюк. Здравствуйте, коротко о главных темах. Уникальная логистика. У Амурского газоперерабатывающего завода появится своя таможня. Весне дорогу. Улица Благовещенска постепенно зеленеет. Доступно ЭКО. Около 500 амурчанок смогут испытать радость материнству благодаря высоким технологиям. Вакцины приносят результат. В Преамуре стартовала Европейская неделя иммунизации. Ну а теперь более подробно об этих и других темах. Место строительства российской части Международного моста Благовещенск-Хэйхэ осмотрел Юрий Трутнев. После заявил, что ход работ будет на его личном контроле. Полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе находится с рабочим визитом в Амурской области. Об этой поездке немного подробнее. Сегодня на объекте задействованы две российские подрядные организации. У СК «Мост» и «Асфальт». У каждой из них за плечами богатый опыт в строительстве мостов и дорог. Специалисты доложили членам делегации о ходе работ. Этап 1.1 включает в себя строительство моста через реку Амур до государственной границы. Строительство моста через протоку Каникурганское. А также строительство автомобильной дороги протяженностью 1,8 километров. Этап 1-2 включает в себя строительство подъездной дороги протяженностью 11,5 километров. На сегодня уже отсыпано около 8 километров дороги, которая соединит мост с трассой подъезд к Благовещенску. Юрий Тротнев выслушал доклады и поинтересовался, есть ли какие-то сложности в реализации проекта. На сегодняшний день международные пункты пропуска ни в Китае, ни в России не строятся за счет частных инвестиций. Они не могут быть включены в проект концессионного соглашения. Должны быть некие иные решения. Пол предпрезидентов ДФО пообещал поспособствовать решении данного вопроса и взял его на личный контроль. Я соответствующие поручения напишу, буду контролировать, чтобы они не содействовали и не помогали, а просто решили этот вопрос. В ближайшее время правительство Амурской области совместно с Федеральным Минтрансом и Министерством по развитию Дальнего Востока определит модель решения данного вопроса. Между тем протяженность основного моста через главное русло реки Амур по проекту составит чуть более километра, плюс подъездная инфраструктура. Общая сумма инвестиций составит почти 19 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию масштабный объект планируется в конце 2019 года. Вероника Федереева, Павел Падалко, Первый областной. У Амурского газоперерабатывающего завода появится своя таможня. Во время строительства и установки оборудования через нее будет проходить до 100 единиц иностранной техники в день. Ее планируют завозить из Европы и Азии, принимать грузы и следить за их оформлением станут специалисты Благовещенской таможни, которые откроют свободным свое отдельное подразделение. Для доставки грузов на площадку ГПЗ организуют уникальную логистику. Техника будет идти до портов Николаевска-на-Амуре и ДК Стрихобаровского края. Далее на баржах она поплывет до Благовещенска по Амуру и вверх по Зее. Рядом со свободным построят причал для приемки крупногабаритных грузов. Как говорят таможенники, ближайшие 8 лет им предстоит огромная работа. Нам нужно будет создать зону таможенного контроля на подъездных путях железнодорожного транспорта. Потом на самой строительной площадке нужно будет создать удобные по расположению зоны, куда будет товар автомобилям доставляться. Естественно, там будут выстроены складские помещения, рабочие места для таможенников. Расходы по организации таможенного подразделения возьмут на себя газовики. Тем временем в самой Благовещенской таможне ждут расширения. В связи с увеличением работы в структуре появится еще 16 штатных единиц. Ну и к другим темам выпуска. В Преамуре задержали группу автомошенников. По версии следствия, молодые люди специально подстраивали ДТП, чтобы получить страховку. На счету банды как минимум 14 аварий. Однако правоохранители не исключают, что таких случаев гораздо больше. В уголовном деле фигурирует 10 человек, ущерб от деятельности которых составил 3 миллиона рублей. По фактам мошенничеств в сфере страхования возбуждено уголовное дело. Одного из его фигурантов оперативники задержали в Хабаровске, остальных в Благовещенске. В настоящий момент один из них помещен в следственный изолятор. Двое находятся под домашним арестом, пятеро под подпиской о невыезде. В отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения. Все подозреваемые признались в содеянном. Улицы Благовещенска постепенно зеленеют. Молодая трава начала выбиваться из-под оттаившей почвы. Прохожих радуют распустившиеся дуванчики. А на деревьях готовы распуститься почки. Между тем, до конца недели при Амуре будет во власти циклона, который надвигается из-за Байкали. До 1 мая синоптики обещают амурчанам неустойчивую ветреную погоду. Местами пройдут осадки. В Благовещенске дождь возможен 27 апреля во второй половине дня. Всю оставшуюся неделю плюсовая температура будет держаться на уровне 13-15 градусов днем и 2-4 градуса ночью. Ветер будет достигать 15 метров в секунду. А вот май подарят жителям области тепло. В первые несколько дней месяца столбики термометра покажут сразу плюс 22-25 градусов. Амурские пожарные, спасатели и волонтеры взялись за грабли и лопаты. В Приамуре проходит акция «Чистый лес. Территория без огня». Сотрудники МЧС и муниципальные власти объединили свои силы для уборки мусора и сухостоя вблизи населенных пунктов. Подключились к акции и в Благовещенске. Больше 200 человек расчистили 2 километра леса по Игнатьевскому шоссе. Сколько грузовиков хлама вывезли, узнавала Марьяна Геворкян. Гнилые коробки, рваные ботинки и даже проросший мхом диван. Чего только не нашли спасатели и пожарные в лесу, который тянется вдоль аэропортовской трассы от Благовещенска. На уборку вышел личный состав Амурского управления МЧС, пожарно-спасательные формирования Благовещенска, представители Минлесхоза, Россоюз ПАСа, студенты Дальгао с главной целью – если не станет мусорных залежей и сухостоя, не будет чему воспламеняться. Мусор здесь строительный, бытовой. В основном это и бумага, и пластиковые материалы. Соответственно, они составляют серьезную пожароопасную обстановку в связи со своей высокой горючестью. Для участников акции подготовили по 100 лопат и грабель, 200 мешков. Буквально за час работы мусором наполнили первый грузовик, а потом еще два самосвала. В результате трасса, по которой каждый день проезжают сотни автомобилей, стала чище и безопасней. С хорошим настроением мы пришли сюда, на уборку территории. Нашу природу надо держать в чистоте. Нам самим приятно, и детям нашим лес достанется в чистом состоянии. На этом подготовка к пожароопасному сезону в Преамурье не закончится. В области проверяют системы оповещения, обустраивают пожарные наблюдательные посты, патрулируют леса. Оперативные службы проходят различные тренировки, чтобы в горячее время быть во всеоружии. Марьяна Геворкиан, Максим Шейкин, Первый областной. Доступное ЭКО. Около 500 амурчанок смогут испытать радость материнства благодаря высоким технологиям. 480 квот на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение одобрено для региона в этом году. 180 из них для жительниц областного центра. При этом с 2017 года круг лиц и список показаний для проведения дорогостоящей процедуры за счет средств обязательного медицинского страхования существенно расширится. Все подробности знает Елена Шеломенцева. Чувствую себя уже счастливой. Хочу уже увидеть своего ребеночка. Долгожданного. Татьяна Калантаевская ждала своего счастья 4 года. По физиологическим причинам стать мамой самой ей было не суждено. С мужем приняли решение обратиться за помощью к врачам и высоким технологиям. Сейчас она на 39-й неделе беременности и уже вся в предвкушении, когда сможет взять своего малыша на руки. Ждем мальчика, сына. Хочу Мишу назвать Михаил. 48 маленьких благовещенцев появилось на свет в прошлом году благодаря искусственному оплодотворению. В этом уже 13 семейных пар стали счастливыми родителями. Но это только начало, отмечают специалисты. Впереди нас ждет настоящий бэби-бум. И все благодаря квотам, выделенным на ЭКО. Областной столице их досталось сразу 180. Кроме того, список показаний для проведения процедуры весьма расширился. Во-первых, не только для тех пар, которые состоят в официальном браке, эта процедура показана. А также для пар, которые стоят в гражданском браке, для одиноких пациенток. Также для пар, в которых один из партнеров болен ВИЧ-инфекцией. Также упростили саму процедуру обследования. Сейчас она занимает в среднем около двух месяцев для пар, впервые обратившихся. И от одного до двух для тех, кто уже знает о своей проблеме. Все делается совершенно бесплатно и без очередей. При этом оба будущих родителя обследуются параллельно. Для этого необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Мы исследуем гормональный фон, авариальный резерв, авариальный статус, инфекции, передающиеся половым путем, клиника биохимические исследования крови. Все полностью подготавливается. Делается кольпоскопия, гистероскопия, исследование слизистой оболочки матки. То есть мы, в принципе, берем и ведем пару от и до. И уже с готовыми документами пары отправляются на саму процедуру. Пройти бесплатное КО Амурчанки могут в любом российском центре по желанию. А также и не выезжая за пределы родного региона в областной больнице или в одну из частных клиник. Причем результативность амурских медиков по итогам прошлого года составила 33%. Для сравнения, в других местах эта цифра немного меньше – 29%. В 2016-м благодаря экстракорпоральному оплодотворению 79 жительниц области смогли испытать радость материнства. Елена Шеломенцева, Андрей Цветков, Первый областной. Вакцины приносят результат. Под таким лозунгом стартовала Европейская неделя иммунизации в области, в рамках которой запланировано множество мероприятий, в том числе и квест, посвященный вакцино-профилактике. Участие в нем примут ученики 23-й школы. С 2005 года Всемирная организация здравоохранения ежегодно проводит такие недели с целью привлечь общественное внимание к проблеме. И еще раз напомнить о том, что отказ от прививок может привести к печальным последствиям, например, возврату многих болезней и крупным вспышкам грозных инфекций. Охват населения Амурской области иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок ежегодно составляет более 95%, что способствует формированию высокой иммунной прослойки населения, защищенной от инфекционных заболеваний. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора. Ежегодно из областного бюджета выделяется более 34 миллионов рублей для иммунизации населения в период эпидемии. Эти меры позволяют обезопасить свыше 70 тысяч человек. Каждая страна имеет свой календарь прививок. Именно те инфекции, которые актуальны на территории данной страны. И существует еще календарь по эпидемическим показаниям. Каждая область разрабатывает, каждый субъект разрабатывает свой календарь, который затем внедряет работу. То есть, опять же, те же инфекции, которые наиболее актуальны на территории данного региона. Так у нас это 9 инфекций. Это вирусный гепатит А, это клещевой вирусный энцефалит, шигелез, бешенство, тулеремия, лептоспироз, немококковая инфекция. На особом контроле у руководства области проведение вакцинации населения против гриппа, так как именно грипп и его осложнения наносят не только вред здоровью человека, в частности, но и значительный экономический ущерб региону в целом. За последние 10 лет охват населения Амурской области прививками против гриппа увеличился почти в 3 раза и в прошлом году составил более 45% общей численности населения. При этом в городе Благовещенске зафиксирован рекордный за всю историю иммунизации охват. Прививки сделали более половины городского населения. Именно поэтому в прошлом сезоне грипп интенсивно не распространялся. Амурская область в полном объеме получила вакцину от клещевого энцефалита. 27 700 доз распределят по области. Вакцину направят в Зею, Свободный, Тын, Душимановск, а также в 11 районов Преамурия. Среди них Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Свободненский районы и другие. По информации регионального Минздрава, иммунизация детей против клещевого вирусного энцефалита начнется 28 апреля. Медицинские организации готовы к проведению прививок в выходные и праздничные дни. Население эндемичных территорий призывают активно поучаствовать в вакцинации. Ипотека становится доступнее. Главный банк страны подписал соглашение с ведущими застройщиками Преамурия о снижении процентной ставки. Теперь приобрести квартиру в новостройке можно под 8,4% годовых. Акция будет действовать в течение всего 2017-го. Подробности в следующем материале. Соглашение о субсидировании ипотеки с ведущим банком страны подписали 4 строительных компаний области. В рамках акции приобрести квартиры можно в самых разных районах Благаищенска. При этом, как отмечают застройщики, брать жилье выгоднее на этапе возведения дома. Так называемое долевое участие. Я так думаю, что в сданном жилье будет до 65 рублей за квадратный метр. В настоящий момент есть и 55, и 50. То есть каждый сегмент квартир продается по стоимости. Понижение ипотечной ставки стало возможным за счет субсидирования кредита Сбербанком и компаниями-застройщиками. И если сегодня финансовые учреждения дают займы на квартиру минимум под 10,9%, то в рамках акции банка оформить квартиру в новостройке можно под 8,4% уровня 2010 года. Развивая программы доступного жилья, естественно, мы заключили партнерские соглашения со Сбербанком и готовы субсидировать процентную ставку, чтобы приобрести жилье нашим покупателям было еще доступнее. Ипотечный кредит под 8,4% выдается сроком на 7 лет с обязательным условием наличия у заемщика 15% от стоимости жилья. В Сбербанке отмечают, что данная ипотечная ставка зафиксирована до 31 мая 2017 года. Далее она может колебаться. Программа субсидирования процентной ставки рассчитана на весь 2017 год. Однако про ставку 8,4 мы можем говорить до 31 мая 2017 года. Данная ставка напрямую зависит от базовой ставки, которая на сегодняшний день составляет 10,9. Только с начала года Амурским отделением банка выдано 400 ипотечных кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей. Финансовому учреждению уверены счастливых обладателей собственного жилья благодаря снижению ставки ипотечного кредита будет еще больше. Первые документы на оформление кредита уже находятся на рассмотрении. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Первый областной канал. По 3 тысячи рублей единовременной выплаты получат в преддверии 9 мая все ветераны-инвалиды Великой Отечественной войны. На эти цели в областном бюджете заложено свыше 5,5 миллионов рублей. Выплаты начались с 1 апреля. Участники-инвалиды Великой Отечественной, а также их вдовы, получат по 3 тысячи рублей. На эту выплату в Преамуре имеют право 384 человека. По тысяче рублей получат вдовы участников войны, умерших после Дня Победы, несовершеннолетние узники фашизма, граждане, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда. Всего 4 428 человек. В Благовещенске приступили к монтажу памятника Вячеславу Белоглазову. Скульптурная композиция, посвященная основателю легендарного ансамбля «Ровесники», будет установлена в сквере Центра эстетического воспитания, а ее торжественное открытие состоится 28 апреля. Эскиз памятника выполнил амурский архитектор Валерий Секерин. В композиции Вячеслав Белоглазов сидит в кругу детей, рядом полукругом установлены скамейки, а в центре этого памятника будет заложено костровое место, символизирующее так называемый Орлятский круг. Планируется, что это место станет центром встреч ровесников всех поколений. При открытии памятного комплекса в его основании будет заложена капсула времени, которую вскроют только через 50 лет на столетие коллектива. Участники Международного фестиваля танца порепетируют свои выступления на площади Победы в Благовещенске. 27 апреля большая тренировка пройдет для волонтеров и организации, а на следующий день к репетиции подключатся иностранные гости. Праздничное шествие коллективов участников Международного фестиваля «Танцующий город» пройдет 29 апреля в 16.00. Оно приурочено к празднованию 50-летнего юбилея хореографического ансамбля «Ровесники». В 6 вечера на площади Ленина выступят творческие коллективы города, области, а также международные танцевальные группы из Китая, Мексики и Сингапура. В 20.30 гости фестиваля смогут насладиться живым выступлением рок-группы «Блокада сердца». При благоприятных погодных условиях в половину 10 вечера праздник завершится фейерверком. Также для жителей города организуют мастер-классы по народному, мексиканскому и восточному танцам. Более 200 амурчан приняли участие в чемпионате и первенстве города по легкой атлетике. Соревнования прошли на стадионе Амур 26 апреля. Несмотря на пасмурную и ветреную погоду, спортсмены показали отличные результаты. Участниками соревнований стали как девушки, так и юноши 2002-2003 годов рождения. Перед ними стояла задача пробежать 100 метровку, прыгнуть в высоту, в длину, показать навыки метания копья и ядра. О том, как это было, смотрите далее. Спорт это ярость атак, спорт это реющий плах. Спорт это наша судьба, спорт. Спорт это наша судьба, спорт. Рассказывай, как ощущения, каковы эмоции? Адреналин, это просто переполняет погоду, но она не дает взять большую высоту, но все равно это непередаваемое ощущение. Сколько удалось сегодня перекрыть? 150, но это не предел, будет больше. По ходу этих соревнований мы будем выявлять сильнейших спортсменов, которые будут участвовать в дальнейшем в первенствах ДФО. То есть это задел на будущее. Аттракционы городского парка Белогорска прошли аттестацию. Их техническое состояние проверили специалисты из Новосибирска. Они произвели необходимые замеры, в работе использовали дефектоскоп. К открытию весеннелетнего сезона культурно-развлекательный объект готов. Старт паркового сезона в Белогорске запланирован на 29 апреля. Зона отдыха в Белогорске будет работать с 10 утра до 10 вечера. В день открытия гостей и жителей города ожидает насыщенная культурно-массовая программа. Между тем, Болговещенский свои двери распахнет городской парк, так же, как и Белогорский 29 апреля. И чуть позже начнет принимать гостей Первомайский. Эксплуатация аттракционов в обоих парках областной столицы начнется после обязательной комиссионной приемки, которая состоится на днях. На этом у меня все. Более подробную информацию об этих и других выпусках смотрите в социальных сетях на страничке Первого областного канала в Фейсбуке Одноклассниках. Читайте новости на amurlenta.ru и на сайте amurobol.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!